Санкции нефть, контракт и суд. Российский олигарх грозит иском британскому правительству. Под большим вопросом миллиардная сделка. Почему, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Великобритания не рискует связываться с российскими компаниями, даже теми, на которые санкции не распространяются. В зоне особого риска предприятия нефтяной отрасли и люди из ближайшего окружения Путина. Вот Лондон и перестраховывается в ожидании следующей волны санкций и расширения черного списка. В результате под угрозой срыва сделка века компании Letter One, принадлежащей одному из богатейших людей России, миллиардеру Михаилу Фридману. Letter One еще в прошлом году заключила соглашение с немецким энергетическим концерном РВЕ. За 5 миллиардов евро российская фирма собралась купить дочернюю компанию немецкой РВЕ ДЭА. Заквозка в том, что в активы ДЭА входят британские нефтегазовые месторождения в Северном море. Из-за этого и застопорилась сделка. Против выступило Министерство энергетики Великобритании. Там опасаются, если месторождения будут подконтрольны российскому олигарху, то из-за возможного ужесточения санкций придется приостановить добычу нефти и газа в Северном море. В правительстве предпочитают найти покупателя понадежнее. Но невзирая на официальную позицию Лондона, Михаил Фридман на покупку настроен решительно и даже грозит судом, если британцы заблокируют сделку. Этот случай еще раз показывает, насколько серьезно Лондон относится к выполнению санкций, поэтому и делает все, чтобы потом все не обернулось еще большими убытками. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Юнтер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова